Микс Ньюс Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слышите меня? Да, 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 Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Добрый день Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить Проблему проверки счетчиков Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да И два входа в них Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложный вопрос Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господин Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Добро пожаловаться Я напомню, что ее ведущий в студии Председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартиры Председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко Доброе утро Доброе утро И у нас также два человека, которые возглавляли Ригас-Намо Парвалникс в разные годы Айвар Гонтарев, здравствуйте Добрый день И Эрвин Страупе Добрый день Собственно говоря, первый представитель правления Ригас-Намо Парвалникс Мы будем рассматривать все вопросы коммунального нашего жизни, хозяйства Все, что относится к этой сфере Вы можете звонить, задавать ваши вопросы по телефону 67212-9399 67213-9399 Также пишите нам на WhatsApp 2306191 Вопросы в письменном виде Чем удобно, что вы можете не дозвониться Или там в какой-то момент неудачный попасть А ваш письменный вопрос всегда мы примем и на него ответим И, конечно, вот большая просьба, чтобы вы не Ну, обычно всегда вот какая-то активность начинается под конец программы Мы не успеваем принять все звонки, все вопросы А в начале программы, если бы вы это сделали Ну, мы могли бы более спокойно и обстоятельно ответить на все вопросы Вот, я не знаю, у меня вот, например, был действительно вопрос, на который я натолкнулся Меня он очень удивил Действительно, ситуация в одном из СМИ рассматривалась Когда, значит, женщина жаловалась, ее мама приобрела квартиру Уже был оформлен акт купли-продажи И вдруг, значит, ну, на следующий день, когда она пришла там оформлять земельные книги И вдруг выяснилось, что этот человек успел взять какой-то кредит под залог квартиры И вот она не смогла внести в земельную книгу свои данные И получилось так, что как будто бы ей нужно было перенимать долг, который висел на этой квартире Хотя это никак не поставили ее в известность И там была очень некрасивая ситуация Человек там говорил, ой, да-да-да, я потом отдам И в результате, ну, там уже и мама ушла из жизни И вот ее дети так и не могут практически вот вступить во владение этой квартиры И потому они с удивлением узнали, что квартира по-прежнему в земельной книге числится за другим человеком Наверное, я смогу ответить, поскольку я раньше работал именно с недвижимостью И с сделками по недвижимости Ну, здесь нужно осмотреть документы, во-первых, да Во-вторых, это было очевидно, что, ну, что сделка под собой подразумевала, наверное, то, что продавец хотел кинуть Так, как в народе говорят, да, что там была поставлена какая-то ипотека, скорее всего И в этот момент продано, продано покупательнице Тогда, конечно, странно, потому что в данный момент, когда вы приходите к нотариусу Нотариус распечатывает то, что актуальную информацию про ту недвижимость, которая продается Если там есть ипотека, тогда, как бы, это все сразу видно Из-за этого сразу так вот нельзя ответить Почему это обязательно? Потому что ипотека, как раз таки, ну, она сама по себе не переходит Если бы она успела заключить, она уже успела заключить эту сделку, но не успела, получается, донести документы до земельной книги И там появилась эта ипотека Ну, если невозможно, скажем так, восстановить справедливость таким образом Тогда нужно отменять эту сделку, потому что она, очевидно, она была заключена с... Мошенничеством Мошенничеством, да, и просто вот, ну, к сожалению, с той информацией, которая есть Если более подробная информация нужна или по помощи, наверное, в центр можно к Сергею обратиться Сергей мне передаст документы, я могу рассмотреть У нас, да, просто и звонок Здравствуйте Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос Доброе утро У меня два вопроса Первый вопрос, значит, мы не бедребы Мы просто дом многоквартирный, 106 квартир, принадлежим к Ригасному парованию У нас между домом и дорогой где-то метров 30 Грунтовка такая, она вся разбитая, вся в ямах Люди там зимой ноги ломают, раздолбанно Мы просим Ригасному парованию, никто ничего не делает Десятки лет Мы сами вот нашли фирмы, провели как бы конкурс Вот, вывели фирму где-то до 2000 евро без ПВН Но нам мешает Ригасному парованию Говорит, надо план какой-то внести Все это затрудняет Почему мы не можем найти фирму, договориться И пусть наши деньги Ригасному парованию выплачивает безоговорочно Это первое Второе, это организация, от которой стонут все Она имеет долги, миллионные отопления Не может справиться элементарными вещами Деньги собрать жильцов И она, прибыль имеет миллионную Вот объясните, на два вопроса, ответьте, пожалуйста Я попробую ответить Начнем с первого вопроса Насчет того, что какой-то участок земли Выглядит плохо, выглядит как дорога и так далее Мало ли что, как выглядит Важно, какова топография данной местности И что на этой местности отражено Поэтому, в первую очередь, прежде чем вкладывать деньги в ремонт чего-либо Вам нужно иметь на это документацию исходную Как минимум, хотя бы топографический план Что именно здесь, в этих границах, проходит дорога Если такого плана нету, то начинать подсыпку Это выкидывать деньги, ну, закапывать деньги вообще непонятно куда Это первое Второе, как правило, такие работы, они должны иметь под собой хоть минимальное проектное содержание Согласованное Да, причем согласованное Да, потому что на самом деле, а что Ну, вот вы говорите, мы нашли за две тысячи там колод И что он сделает? Два-три грузовика щебня высыпет? Этого достаточно? Это обеспечит условия дороги? Ну, ведь вы же вкладываете деньги и немаленькие, судя по вашим словам И при этом вы вкладываете их, ну, буквально вот в болото А какой грунт там под этой щебенкой? А что там происходит? Поэтому, на самом деле, я не хочу ввязываться в ваш спор с вегасновым паровниксом Но считаю, что начинать любое действие нужно с того, что вы понимаете, что вы получите в конце Не просто высыпите два грузовика щебенки Или не просто возьмете кисточку и по отлупившейся штукатурке помажете сверху И скажите, что это вы произвели ремонт А вы создадите продукт, который будет вам служить Теперь, относительно того, что вы вегасновым паровникс плохой Ну, только ленивый сегодня не сказал, что вегасновым паровникс плохой Вопрос другой, а что вас там держит? Если вы такие активные люди, вы видите другие варианты Вы имеете полное право, мало того, вы имеете государственную обязанность Принять решение об управлении вашим домом И, соответственно, выбрать себе управляющего Жаловаться на то, что вы там находитесь в отношениях с вегасновым паровниксом Это жаловаться на самого себя, что я не способен принять какое-либо решение Которое может изменить и должно изменить эту ситуацию Так что, к сожалению, здесь вопрос Потому что в течение шести месяцев после окончания приватизации Каждый дом по законодательству должен был выбрать Сняться с баланса города и выбрать себе хозяйствующую компанию Это не исключает возможности выбирания того же регистрационного паровникса Но тогда сотрудничество на совсем других основах Это договорная основа И в этом случае всегда есть вопрос Неужели РНП, как обслуживающая компания, не сказала клиентам Отвечая на первый вопрос Не сказала по очередности, что нужно сделать По очередности, чтобы получить эту дорогу Вот это, во-первых, посмотреть, как господин Сидорко сказал Посмотреть, дорога ли вообще там находится Если находится, значит, какая проектная документация должна быть Потом выбрать строителей Строителей выбрать, это уже последняя очередь в этом списке Ну, если я бы сказал так Вся эта линейка выдержана, да, и все понятно Там уже есть голосование про строителя Там нет никакого рода пультом отговорок Что что-то нужно куда-то вкладывать Деньги есть на счету? Есть Все, выбрали всю эту технологическую цепочку Соблили, соблили Значит, вот наш выбор, вот наше решение Вперед Там никаких тормозов не должно быть Хорошо, у нас много еще других знаков Здравствуйте, пожалуйста Доброе утро Доброе Вот, знаете, который раз я уже слышу, как бы, эти упреки А почему вы не отделяетесь от Риггерс-Наму-Парвалник Не уходите? Ну, это несостоятельный упрек Это не так просто, знаете Вот, то, что долгов может на каждом втором доме Целая куча, да Это значит, как бы, потом уже, если вы отделяетесь Так, нам-упарвалник с ваших накоплений, так сказать Погасит эти долги И тогда уходите И вот в журнале ИР, который все-таки, ну, такой не просто, как бы, сплетни Там было расписано вот этот аудит Который Эрн Стеян проводил Не так-то, просто отделиться Там куча препятствий делают Вот Почему люди, как бы, извините меня, остались Потому что считали, что это все-таки при самоуправлении Это более надежно, более честно А все началось с того, что вот При самом объединении 248 тысяч латов В той валюте, да Украли просто так, украли, да Ну, как бы, не надо упрекать людей, что почему они не отделяются, да Самим, во-первых, выполнять то, что положено Вот эти долги действительно годами спали-спали Почему-то господин Сидорко может обеспечить без долгов А Рига с нам упарвал, нет Столько сидят и, как бы, считают, сколько долгов Спасибо Ну, наверное, о том, что трудно уйти Это миф Возможно, это было правдой 4, 5, 6 лет, 7 Обратно, когда Между инстанциями Рижской думы У самих не было, скажем так Может быть, такого Правильного понятия или отшлифованных документов Форм документов о том, как должны выглядеть протоколы И договора, и все остальное На данный момент, по моей информации, последние дома Передаются в течение двух месяцев То есть, это уже отшлифованный процесс И если смотреть по тем же аудитам Там видно, что уход домов с РМП Это уже не десятки Это 100-150 домов в год Это уже как процесс пошел Так что, ну, это уже не так Ну, я лично не упрекаю никого Я просто, ну, с моей стороны Мы показываем, есть выбор Есть выбор подчиняться Пока мы не переняли дом Вы подчиняетесь Под статью 408 условий Мы как подчиненные, к сожалению Вы не клиент, вы подчиненные Сама юридическая процедура Когда вы перенимаете на себя И доверяете тому же Ригасному парламенту Обратно дом Вы уже сидите наравне Как клиент На договорной основе На договорной основе Вы не подчиненные Уже тогда, в тот момент Вы партнеры с РМП Вы на разных условиях говорите Вообще на разных условиях Вот к чему мы хотим Как бы довести И одна из основных идей У нас продолжаются просто звонки Да, пожалуйста Вы в эфире Я еще хочу добавить Там дорога наша На плане дорога Там нечего даже думать И они знают, что дорога Но не хотят делать Мы хотели за счет Риги сделать Самоуправление Никто ничего не хочет План не ставит Вот мы должны за свои деньги Все ездят пять домов вокруг нас А мы за свои деньги Должны делать дорогу Ну, мы договорились Там грейдером прочистить Я сам инженер понимаю Грейдером прочистить Какой адрес назовите, пожалуйста 16-тонным катком закатать Вот, с дорогой А почему люди не уходят От Ригасному парламенту Потому что вот сказала женщина Действительно, сразу долги на нас пишут Первым делом А во-вторых, не так-то просто в бедребах Я знаю, что такое в бедребе Жулики попадутся У них на лбу не написано Что они честные Там даже Когда вы приходите в Светбанк Валда приходит Они дают Мол, два человека, две подписи Они говорят Давайте Мы каждому из вас дадим Подпись И не надо вторую подпись И председатель сказал А второй подпишет И все деньги разбазарят Понимаете? Люди этого очень боятся Какой адрес у вас Вашего дома? Отчаян бросил Все равно Труб Вы знаете Я хотел бы здесь сказать Во-первых Ну Ситуация безвыходная И В такой ситуации Это очень часто Ко мне приходят люди Говорят Мы хотим уйти От Ригасного парламента Когда ставишь вопрос Перед ними Что вам А зачем вы хотите уйти? Вы чего хотите добиться? А вот они плохие Но я говорю Ребята Вам придется принимать Самые решения Самим повышать Коплату Состояние Дома безобразное И придется решать вопросы Так или иначе С любым управляющим Энтузиазм сразу падает Когда ты объясняешь Что в существующем законодательстве Сегодня долговая проблема Так или иначе Она должна быть развешена К сожалению Это факт И если вы сидите Сейчас за Забором Ригасного парламента Не надейтесь Что эта проблема К вам не придет Она придет позже Но она придет Потому что Ригасного парламента Это противоестественное образование Которое сегодня Занимается управлением Чужого имущества На основании Требования закона Пока вы не провели собрание Город должен заботиться Об этом непереданном имуществе Поэтому на самом деле Вопрошать к небесам О том Что нам делать Ну не буду И не буду призывать Я никого не обвиняю Но не надо говорить Вот что нам делать И после этого говорить Что ничего невозможно Другой очень важный вопрос Это дороги У нас вообще По-моему И в городе И в государстве Пиксельное мышление Такое Вот мы видим Все пикселями Вот кусочек вижу Кусочек не вижу Если мы Ну самый яркий пример То что сделали С Вермальской дороги До сюда сделали Дальше делать не будем Теперь второй участок Придет в негодность Первый будет Хорошим Потом Ну вот так вот и будем Пикселями Точно так же Потом яма Потом проходишь Два-три дома Опять кусок дороги И каждый делает дорогу Вот уважаемый господин Хорошо Молодцы Там грейдер Кто-то Кому-то положит асфальт Кто-то грейдером Пройдет Все это Разметет Во все Концы С дорогами Нужно вообще Поднимать Внутри квартальными Вопрос совершенно По-другому Без города Эту проблему Не решить Ни одно Домоуправление Ни одни собственники Квартир Не соберутся И не смогут сделать Тем более Сделать это Качественно и быстро И второе Это должен быть Организующая роль города И должно быть Не пиксельный ремонт А должен быть ремонт Целиком Взяли Привели в порядок Тогда будет дело Но как это решить Я Я хочу Немножко В двух словах Соступиться Из-за РНП Из-за город В этом случае Потому что К сожалению По законодательству Очень много земли Под Внутри квартальными Дорогами Находится В частной собственности И Пока это Строится В тех рамках Как это было А это не совсем Хорошо Потому что Не секрет Что разминуться Двумя машинами Еще где-то Поставить машину Кроме тротуара Сейчас сложно Город очень часто Хотел Вот если отстраивать Внутри квартальную Дорогу Отстраивать ее По современному По современному Он должен Согласовывать Любое свое действие Согласовывая проект С владельцем земли Это не всегда получается А здесь я расскажу Вам Мое предложение Которое я подал городу Просто городу Не осмелился Его принять Я предлагал Все дороги Занести Как красной линией Юридическое решение Которое Багдавало Разрешение Проектировать И делать Но город Сами понимали Что это Очень много денег Это сразу же Станет Их обязательством И из-за этого Не было Такой Невозможности А как это Друсность Ну как Надежность Смелость 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 Сергей Который давал Контакт И я лично Рассмотрю Ваши документы И чем могу Тем смогу Тем помогу У нас продолжаются Звонки Здравствуйте Пожалуйста Здравствуйте Татьяна Вас опять беспокоит Ну вообще Совершенно согласна По поводу Красных линий Дороги должны быть Все таки Закрыты Быть Для хозяев Но у меня вопрос Один И комментарий Первый вопрос Как долго Будут длиться Отчуждения Лишней земли От домов Где привязано Очень много земли Очень И я очень редко Приезжаю в Ригу Да Так Я живу в Юрмале И там у меня квартира В Риге Я приезжаю Я такой катастрофы Вообще не видела никогда Понимаете Вот после Юрмала Просто плакать хочется Вот честно вам скажу Машина на машине Дорог практически Ну все Все заставлено машинами Земля хозяйская Делаем что хотим То есть Хозяева вообще Не отвечают Совсем Только Страдают Только жители Вот А насчет По поводу Господин Сидор Как говорит Ну да Действительно Надо дом Принимать На себя Так вот Я сколько Собраний Привела Люди Не понимают Даже что такое Полная Приватизация Дома Ну не понимают Вы понимаете Ну вообще Не понимают Что это такое А потом Жалуются на РНП Ну вот Вот все Спасибо Спасибо Ну тут трудно Что-либо сказать На самом деле Я хотел бы Вернуться еще раз К дорогам И вот Для меня Когда я говорю Непрозрачности Принятия решения Самоуправления Непонятно Стоит дом Который Обслуживает РНП Обслуживает РНП Земля Уже давно Записана На собственников Квартир Да И стоит рядом Кооперативный дом Который обслуживает Кооператив И земля Давно Записана На собственников Квартир Когда ты обращаешься В Редческую думу И говоришь Что Ребята Сделайте нам Дорогу Просто заявку То мне Отвечают Письмом Номер один Что ваша земля Частная Идите вы И делайте сами И рядом Тут же В соседнем доме Делают асфальт Вот как это понять Вот как Как это понять Абсолютно одинаковые Оба дома Рижане Оба дома Приватизированы Одни закончили Другие не закончили Одним сделаем Тем которые Не закончили Мы сделаем Тем которые Закончили Мы делать не будем Это что Это преднамеренная Стимуляция Ну тогда так и скажите А правду А правду сказать Ну скажи правду Ну все же знают Выбор близко Тогда Тогда сразу С дорогой Приводится в порядок И много еще То что видно То что под самоправлением Там где живет Электорат И так далее Из этого Вот тебе и правда Это я сам видел Ну на самом деле Я думаю Мы же сам это видим Вот это самоправление Это мы сделаем А здесь дальше Кооператив Да дальше Мы не будем делать Потому что кооператив Да там Или там вообще Частный дом Тогда мы и будем Жить в этом Пиксельном городе Да Мы согласны Но это целая концепция По развитию города Продолжаем принимать звонки Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Хотелось бы уточнить еще раз Значит Пятиэтажный жилой дом Имеет два пешеходных тротуара Со стороны фасада Со стороны двора Со стороны фасада Через газон Напротив фасада Нашего жилого дома Имеется еще Общественный тротуар Общего пользования Других стоящих домов И наш дворник В первую очередь Старается Убирает Этот пешеходный тротуар Общетенный Нас же кое-как В последнюю очередь Убирается И вот Почему находится Этот тротуар Общетенный На нашем Балансе Нашего дома Правомерно ли это И еще раз Второй вопрос Почему берется Убираемая территория Площадь И лестничные клетки Умножается С площади Квартир Ну Второй вопрос Очень простой Есть закон Квартирной собственности Где сказано Сколько долей Общего имущества Принадлежит Каждому собственнику И это четко В пропорции С общей площадью Квартир Или с идеальными Далями Поэтому если у вас Квартира больше То вам и принадлежит Больше дом Мысленный участок Этой лестничной клетки Поэтому вы и тратите Больше То есть если бы Завтра была Физическая возможность Разнести дом По кирпичикам То вам бы досталось На 5 кирпичей Больше чем соседу Ну примерно так Можно сказать Именно за это Вы и платите Относительно Тротуара Публичного пользования Скорее всего Вопрос идет о том Что у вас есть Земельный участок И к нему прилегает Участок Который принадлежит Самоуправлению Это наша дума Изобрела такой термин Очень хорошие Земли Публичного пользования И вы обязаны И вы обязаны Их убирать Бесплатно Если Есть одно Конституционный суд Постановил одно Ограничение Если прилегающий Участок Земли Более 50 и более Процентов От вашего Земельного участка Составляет То в этом случае Самоуправление Как-то должно Участвовать Как не сказано Ну как-то должно Участвовать На этом точке К сожалению Ну такой порядок У нас заведен И есть дома Я знаю Которые им Очень повезло Их с трех сторон Омывает Окружает Публичные территории И там Дворники Люди оплачивают Труд дворника В основном Не за свою территорию А за публичную Ну смотрите Что это Опять же так Наверное Хорошее выражение Вас сегодня Услышало Пиксельное мышление С точки зрения Города же Жители Которые живут В многоэтажках Они все Платят налоги Правильно? Все 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 их Доход Подоходы И так далее Это Оседает В бюджете Города Город же Мог бы взять На себя В принципе Эту функцию Уборки Наружных Территорий Одна бы Начиналась По всему городу По квартально Механизировано Эффективно И тогда Не было Этей дележкой Это наша Это ваше А то что Жители бы Сами решили Какие цветочки Высадить Насколько часто Лезть Лестничную клетку Мыть Или сухой Уборкой Вот это был бы Правильный подход Почему? Потому что С этой точки зрения Этот бизнес Скажем так Или эффективность Издержек Она зависит От того Насколько у тебя Эта площадка Большая У тебя Как это Одновременная работа Ты не прыгаешь А здесь мой дом Потом Тут другой дом Ты начал С квартала Сел на трактор И поехал Причем Это не только Чистка Дорог Это Покос Травой Все 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 Наружу Чисто Город Чистый И Почему? Потому что Мы здесь живем Мы здесь Платим свои налоги Из-за недвижимости Подоходные Все Мы за это Заплатили В принципе Почему нам нужно Вот Какому-то дому Там Он между Каких-то домов Находится Ему еще Какую-то территорию Нужно Чистить Там еще Что-то прилегает Ну это же Неправильно Это просто Можно поменять Одним Административным Решением Да Бюджет Но это Наш бюджет Горожан Мы тут живем Мы платим За это И давайте Нам решать Может быть Что мы хотим В этом городе Мы хотим Чтобы было чисто Красиво Ну я бы сказал Здесь даже Не вопрос бюджета Вот извиняю Это не вопрос бюджета Сколько раз Мы уже считали У нас на сегодняшний день В стоимости обслуживания 50-60% Вот Если мы берем Вот обставим Никошина Макса То в этих 50% Которые берут Ну в среднем По городу Сегодня 25% Это уборка Сегодня 25% Это уборка И самое страшное Что происходит Объем работы У дворника Не увеличивается Но минималка Растет И в связи с этим Это затрата Если ты можешь Там бухгалтерию Автоматизировать Инженерные службы Что-то там делать То здесь ты стоишь Потому что у тебя Есть требования Города К 8 часам утра Должен быть Участок чистый Все Значит Это можно сделать Только одним способом Либо Содержать человека Который будет дорожать И дорожать А зная Какие у нас Резервы Трудовых ресурсов Это еще вопрос Будут ли эти люди Или второй Городу взять на себя Эту функцию И взяв за это Плату Никто Этого не исключает Потому что Мы просчитывали В свое время Мы взяли Вот свой квартал Мы вместе с РНП Просчитывали Вот у нас было У меня там Где расположены Мои дома Одна механизированная Бригада Небольшого количества Людей За 3 часа Весь этот кусок Вылежит до Причем надо учитывать Что в зимнее время Во время непогоды Нужны Круглосуточные работы То есть там Есть своя специфика И сегодня Уборка наружных территорий Если бы мы хотели Бы То давно Город мог Организовать Сделав конкурс Три вещи Которые я бы отдал Городу Вообще забыв Это дороги Внутриквартальные В том числе За плату Естественно Не бюджет Второе Это все-таки Вывоз мусора Должен организовать Город И организовать так Чтобы это было Оптимально А не так Что сегодня Кусками опять Фрагментарно И третье Это содержание Наружных территорий Это было бы В идеале Отлично Это можно было бы Через город Отдать частному бизнесу Но это было бы Во много раз Более эффективно И более дешевле И я сейчас подтвержу То что сказал Сергей Все подсчеты Экспериментально Уже введенные Кварталы Показали Эффективность На 50% Дешевле То есть Если ты Механизировано И целиком Чистишь Какую-то Определенную территорию Не дом Дворник Дом Дворник Дом Дворник А вот Все У них Есть Необходимое Прудо Это На 50% Эффективность Ну и часто Действительно Мы видим В зимнее время Что где-то Дворник Или Ленится Или Заболел Я просто Про то Что нужно Думать И двигаться Вперед Как думать Как Активировать Эти процессы Чтобы Те же самые Люди Они бы могли Если у них Не надо прыгать С этого объекта Сюда Туда Они бы Могли И заработать Больше При Эффективной Работе Причем Опыт На проведение Таких Работ У города Есть Довольно Большой Уже Несколько Лет Город Под Исполнительными Дирекциями Держит Свою Абсайм Некошен Абсайм Есть Тяжелая Техника Есть Райдеры Есть Люди Которые Занимаются Деревьями Арбористы Есть Они Сейчас Убирают Скажем Луцаусала Почему Такой Красивый Парк И все Там Сделано Чисто И уборка И покос Травы И так далее Потому что Это все Содержится Непременно Под Исполнительным Директором Есть Абсайм Некошен Испар Валды Они этим Занимаются Ее Просто Нужно Увеличить Или часть Отдать Частному Сектору И город Будет Чистый Убранный Давайте Посмотрим Сейчас Системной Точкой зрения Есть Тогда Дарзи Парки Кто-то Занимается Есть Подисполнительная Дирекция Кто-то Занимается Есть Ригас Межи Которые Определенно Интеритивны Ригас Межи Это Есть Дарзи Парки На данном этапе Это Одно И то же Есть Тогда Частный Дом Правы И РНП Которые Тоже Занимается Одно С точки зрения Систем Нельзя Это Назвать Занимается Ну что там Домоуправление Даже Если У него Пару Сотен Домов И Что Эти Домы Раскиданы Везде Частное Домоуправление На данном Этапе Было Было Довольно И Радостно Если У него Кто-то Выставлял Счет И За Это Наружную Всю Эту Площадь Убирал Да Это Было Бы Дешевле И Было Бы Качественнее Было По Единому Стандарту И Не Надо Этого Бояться Все Рано Недавно Вы Сказали Что Домоуправление Наша Задача В первую Очередь Организовывать Процесс Управления Как Во всем Мире Но В конце Концов Пора Уже Подумать О том Что Город Должен Быть Единой Средой Что У нас Есть Права На Землю У каждого Дома Есть Права На Землю Но Твои Права На Землю Будут Необходимы Тогда Когда Ты Соберешься Что-то Строить Допустим Твой Дом Рухнет И Тогда Твои Права На Землю Будут Актуальны Что Я Могу Построить На Месте Или Продать Выгодный Кусок Земли Не Знаю Выйди Куда Но Пока Нет Сейчас Получается Так У Одного Дома До Черта Земли У Другого Нет Неграмма Одного Дома Три Стояночных Места У Другого Пятьдесят Три И так Далее То есть Это Надо Было Сейчас Создавать Как Единую Среду Которую Могли Б Пользоваться Режание И Это Даже Знаешь Даже Не Наверное Не Ну Заново Это Посмотреть Потому Что Это Когда то Строилось Как Все Единое Все Просто Пересмотреть Нормы Тогда Машин Столько Не Не Арк Şimdi Just За Сказать Ребята Вот Сейчас Мы Это Все Делаем В Красных Лених Чтобы Вам Было По Нормативам По Нормативам Необходима Количество Зеленой Зоны Необходима Количества Авто Стоянок Необходима Количество Игровых Плошадок и так далее. Здесь демократии... Тротуаров, где перемещаться пешеходы. Вот здесь демократию чуть-чуть нужно подвинуть. Почему? Потому что это нужно всем. Когда нужно всем, тогда вот эти индивидуальные права, она чуть-чуть... Ну и, конечно, здесь очень сильно нужно затронуть собственников земли. Потому что на самом деле все отговорки касаются того, что вот должен собственник. Извините, должен. Хорошо. Но почему-то я не видел ни одного показательного процесса, где собственника земли выпорвали за то, что у него дорога в разваленном состоянии. Несмотря на то, что он 6%... Исправно получает 6%... Он получает очень хорошие деньги, но это его не касается. Уборка его не касается. У меня вот показательный пример. Есть такая славная ферма, владелец. Вига Спилс Эдземс Динс. Господин Шлыдко. Он называет фамилии. Там сейчас обслуживает кооператив, как, по-моему, Порциумс называется, которым госпожа Шлитки руководит. Вот кусок земли, за него мне приходит 3 раза в год. Он сопределен с моим. 3 раза в год на меня приходят административные... Акты о возбуждении административного дела. Я каждый раз пишу, что, ребята, эту кучу мусора, которая лежит 3-й год на минуточку, я передвигать не буду, потому что вот по решению Сената Верховного Суда граница моей земли, а это господин Шлитки. Вы думаете, его оштрафовали? Или это куча мусора куда-нибудь сдвинулась? Все, тупик. Тупик абсолютный. Мы продолжаем принимать звонки. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте. Я попросил бы фамилию и телефон этого господина, который нам хотел помочь по дороге, чтобы я ему сам позвоню. Меня зовут Гонтарев Айвар. Мой телефон 29-757-663. Жду звонка. 29-757-663. Жду вашего звонка. И как вас зовут? Айвар Гонтарев. Айвар Гонтарев. Я хорошо спрашиваю. Спасибо, спасибо. Вот конкретно смогли помочь. Тут нам пишут... А, ну давайте еще один сразу. Приниму звонок и потом прочитаю. Здравствуйте. Пожалуйста, вы в эфире. Говорите. Доброе утро. У меня такой вопрос. Все получили, я не знаю, от всех домуправлений, от РНП в частности, получили письмо, касаемое Рига Силтумс, о том, что надо заключать договора напрямую. В связи с этим у меня вопрос. Ну вот мы заключаем договора напрямую. Но ведь сумма обслуживания входит в апсоем некошеное. То есть будет ли нам разница снята со счетов, если Ригас нам у РНП, если выходит из этого круга, если мы заключаем напрямую договор, у нас будет снято со счета, это номер один. Второе, у нас пришел счет долго, около тысячи. На сайте Силтумс ЛВ у нас счет около 500. Соседи все возмущены, откуда такой счет мог взяться. И третье, по этому поводу я написала письмо в РНП 3 сентября, но пока еще ни ответа, ни привета, ничего нет. И на Фейсбуке вы можете почитать огромный большой такой спор по поводу этих всех писем. По поводу замены счетчика воды. Почему изымаются старые счетчики? Вот этот вопрос, ведь за них платили сами владельцы. Спасибо. Три вопроса. Первый вопрос, почему, ну вот напрямую, приходят от РНП письма с просьбой. Ну да, эта тема уже довольно-таки широко раздискутирована. Самое, что перед тем, как отвечу, самое позитивное, то, что я наблюдаю, что у меня лично был от 2010 года ответ от пытаться, где они сказали, что они в коммунальную сферу не будут залезать. Они будут смотреть за туфельками, как бракованными, там еще чем-то, но в коммунальную сферу не будут залезать. И мне радует, что это уже второй раз, когда я вижу, что они публично в прошлой неделе выступили о том, что они будут все же рассматривать эту ситуацию. С точки зрения сейчас расчетов и издержек, Рига ссылкам сам устанавливает счет за индивидуальное обслуживание клиентов, сколько это будет стоить каждому клиенту прислать счет, распределить и прислать. С точки зрения РМП это никаким образом, в принципе, не меняет издержки. Из этого я не думаю, что РМП сможет за счет именно этого снизить плату. Почему? Потому что система автоматизирована, и там, в принципе, нет разницы, там 10 строчек или 9 строчек появятся в счете из-за того, что Рига ссылкам исчезнет, и Рига ссылкам будет вас лично обслуживать. То, что пропадет, пропадет строка за само тепло. За само тепло, да. Но там будет отдельный счет. Это пропадет. Остальное не пропадет. Эти системы, они автоматизированы. Я сам добивался этого, наверное, 11.1, где в определенном формате Рига ссылкам присылал нам счет электронным, и это автоматически как всасывалось или конвертировалось в бухгалтерскую программу, и дальше уже все это распределялось. Это уже не ручная работа давным-давно. Можно ли с этого каким-то образом снизить сумму по обслуживанию? Я не думаю. Это может быть какое-то политическое решение. Здесь прибыло, здесь убыло, когда на уровне… Ну, не 4 евро с каждой квартиры. Ну да, ну да. Я просто говорю, теоретически это возможно, что мэр говорит, так, вы там ставите не 4 евро, а 2 евро, да, там, а вы там снизите на евро свои счета. Ну, это маловероятно. Я думаю, что надо понимать совершенно четко, что во главе угла. То, что предложило РНП проголосовать, это жителям заказать у Рига Силтумса дополнительную услугу, не снимая никаких услуг ни с кого, заказать дополнительную услугу, чтобы Рига Силтумс выставлял счета и инкассировал счета напрямую. То есть, в этом случае даже с РНП из домоуправления не снимается никаких обязанностей по обслуживанию. Мы все равно актуальный резерв собственников должны поддерживать и передавать у Рига Силтумсы, потому что у тех своего нету. Следующее, что мы должны там актуальные сведения о площадях и так далее. То есть, все технические параметры, все обслуживание системы теплоснабжения остается за домоуправлением. Поэтому это такая, вот в свое время это была очень большая дискуссия, в том числе и на радио Болтком, когда это норма, там господин Долгополов очень еруяно пропихивал через СЕМ, что это будет какое-то освобождение. Это не стало никаким освобождением, это обман. Это очередной обман. Представьте себе, сколько клиентов Рига Силтумса, если они хотят получать по 2,5 евро. Плюс почтовые издержки. Ну, почтовые издержки, это почтовые издержки, да. А 2 с лишним евро за выставление счета, если мы умножим на количество потребителей, это самую крутую бухгалтерскую программу со всеми серверами за год можно купить. Вообще. Не то, что там арендовать. Это все. Поэтому это очень нехорошее дело, не стоит его обсуждать даже. Да. Ну, и там был вопрос, почему сумма долга Рига Силтумсу отличалась? Здесь я бы... Понимаете, долг, он же текущая вещь. Это жизнь. Могло быть на сайт занесено по состоянию на 31-е... Или на 1-е. Или на 5-е, или на 10-е. Часто там в зависимости от того, когда что подсчитывается. Тут я не увидал криминала, там полтысячи, это вообще не вопрос. В замене счетчиков воды, там спрашивают, почему не отдают обратно, если они покупались на деньги жильцов? И у меня такой вопрос, вы же когда меняете, вы подписываете банк, и там написано, что вам меняют счетчик с учетом, по всей видимости, тот, кто вам меняет, учитывает в цене стоимость вашего счетчика. Если нет, то вы не отдаваете этот счетчик. Но счетчик же меняется один на другой. Ну, тут это учитывается или не учитывается? Либо по цене металлолома, либо по цене, либо вы спросите, а почему вы должны отдавать? То есть вам должны показать, у вас его должны выкупить, по-любому у вас его забрать не могут, его могут только выкупить. Мы у себя, когда меняем счетчики, мы оставляем всегда клиенту. Я тем временем просто нашел релиз «Пытаться» в прошлой неделе, где они считают, что этот порядок, когда поставщик тепла может выставлять доп. счет за поставку тепла, она все же, с одной стороны, они как бы нормальны, но с другой стороны, они должны быть обоснованными и включенными в саму уже… Уже в тариф. Уже в тариф. Это было бы логично, но это тоже такой маленький обман, потому что в тот момент, когда что-то включается в тариф, это не пропадает. Ну, конечно. Это просто тариф немножко побольше будет. Ну, там вопрос немножко по-другому. Если сегодня все синхронно, все поставщики услуг синхронно объявили о том, что это будет стоить 2 с лишним евро, то перед тарифным регулятором придется раскрыть решение. Почему 2 с половиной? Потому что я скажу по-другому. Средний долг за дом 3 с половиной до 4 тысяч. В году вот этот перетекающий туда-сюда долг. Если вы возьмете количество квартир, вы умножите на эти вот 3 евро выставление счета, а есть еще и вода и… Ну, как это круглогодно, потому что тепло… И на круглогодно получится, что вы переплачиваете за это где-то 6-9 тысяч. Так зачем? Может быть создаете просто в доме резервный фонд 3 тысяч, и он будет сам пополняться, сам опустошаться. И все, и не надо никаких прямых расчетов. То есть, просто создать вот такой механизм и все. А на сегодняшний день поставщики этим ответом, этой ценой, они сказали так, не будет у вас никаких прямых расчетов. Вот и все. Я вижу, что есть звонки, но, к сожалению, вот время нашей программы уже завершилось. Эвергонтерев, Эрвин Страупа, Сергей Сидорко сегодня были в нашей программе. Добро пожаловаться. Пишите, пишите на наш номер WhatsApp, задавайте вопросы 2306191. Мы как раз в следующий понедельник начнем с того, что ответим на ваши вопросы. Спасибо большое. До свидания. Все доброе. До свидания.